Следующий плагин, который я хотел бы показать это Object Deform. По названию также понятно, что это деформация объекта. Он вам может пригодиться при анимации, допустим, создать следы на снегу или песке рыхлом. Для этого я создам какой-то пол, допустим, куб и сферу. Даже не атмосферу, чтобы что-то было более-менее похоже на следы. Что тут взять? Ну, пускай тоже куб с фаской. Допустим, это у нас вот такие следы будут. Сделать лучше другой цвет, чтобы видно было получше. Теперь я анимирую. Включу автоключ, сделаю кадров 50. И где-нибудь на 25 кадре сделаю вмятину. И обратно подниму. Вот он, вот этот прямоугольник, сделает вмятину в нижнем прямоугольнике. Итак, чтобы сделать вмятину в нижнем прямоугольнике, нужно применить модификатор объект Deform и указать вот этот куб, который будет вдавливать. Но у нас нижний куб не будет так вдавливаться, так как здесь мало сегментов. Давайте добавим как можно больше. Вот пускай так будет. Вот он уже начал что-то делать, но неправильно. У этого тоже добавим сегментов. У верхнего куба. Хотя может быть и не обязательно. Итак, что у нас произошло. Выделим этот куб. Посмотрим. Дистанция должна быть 0. Может кому-то понадобится здесь добавить. Здесь можно переключать. Посмотрим, какой результат получится. Но нам не это нужно. Так, конец у нас тут 50 кадров. Здесь нужно переключить на внутренний и внешний и поставить сюда галочку. Давайте посмотрим вот в виде слева. Тут будет более наглядно. Вот уже видим какое-то искажение там. Тут есть кнопочки для просчёта. Можно их нажать. Хотя оно и так работает. Вот мы на 25 кадре видим уже вмятину. Ну давайте я уберу, скрою, чтобы было видно вмятину. Вот вмятина появляется. Можно её оставить. Вот если поставить сюда вот галочку, то вмятина остаётся. Фиксируется. Потом, допустим, нам следующий след нужен. Следующий. И так мятины будут оставаться. После этого можно применить модификатор MEXMOD, чтобы сгладить. Ну это конечно уже памяти больше требуется. Вот я вижу, что у меня компьютер уже тормозит. Поэтому я MEXMOD удалю. Так, ну это один из вариантов. Вы когда будете пробовать, тут можно получить совершенно разные результаты. Не только вмятина, но и как вот вы видели, она как бы присасывается наоборот. И так же можно как бы рисовать на песке или снегу. Вот я сделал такую анимацию. Вот эта палочка как бы входит в нижний объект и выходит. Здесь поставил галочку вмятина. Inside, outside collision. Здесь ничего больше не менял. И поставил галочку, чтобы у нас вмятина осталась. Если я уберу, то вмятина у нас не будет оставаться. Так, просчитаю. Sold. Посмотрим, что у нас получается. Вот у нас нарисовалась вот такая вмятина. Ну и опять же можно сделать MEXMOD. Посмотреть, что получится. Вот такой плагин. Может кому-то и пригодится. На этом я закончу. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok